Здравствуй, Арифлейм! Арифлейм делают великие люди. Россия – страна номер один в мире Арифлейм. Это результат работы каждого из вас. Я поздравляю вас с успехом! Вашим успехом! А что такое успех? Мама мне говорила, что успех – это несколько правильных действий, повторяемых каждый день. Неуспех – это несколько неправильных действий, повторяемых каждый день. А на что вы тратите время в вашей жизни? А как прийти к правильным действиям? Для того, чтобы достичь больших результатов, нужно иметь очень четкие цели. Найдите мечту, ради которой вы будете с радостью вставать по утрам. Мечту, ради которой вы будете готовы свернуть в горы. Найдите мечту, запишите ее на бумаге и идите к ней. Мечта – это уже маленький план. Я желаю вам, чтобы ваша жизнь была прекраснее ваших снов. Что делать, вы знаете. Мечтайте, действуйте, побеждайте. Успехов! Успех. А что такое успех, на самом деле? Успех – это достижение желаемого. Ну, вот что, желаемое достигнуто, и все, жизнь кончилась? А может быть, успех – это не достижение, может быть, успех – это путь к желаемому? Успех – это путь к желаемому? Ведь, на самом деле, обратите внимание, ну, как сказать, утомила нет спонсора. Утомила, никто ее не заставлял, ее никто не подгонял. Что ее заставляло работать? Что ее заставляло делать больше, чем другие? Что ее заставляло идти вперед и вперед каждый раз? Вот просто задумайтесь, ребята. Как-то раз мне один человек сказал, что на определенном этапе каждый человек должен стать спонсором самому себе. Каждый человек должен стать спонсором самому себе. Когда мы что-то делаем, мы чему-то учимся. Мы каждый раз чему-то учимся. И лучший наград за сделание – это умение сделать больше. И поэтому не останавливайтесь. Если вы чего-то достигли, значит, этому научились. И это умение надо просто еще раз использовать для того, чтобы двигаться дальше. Знаете, мне очень понравилась один раз Александру такая фраза, что «что такое ведьма?» «Это просто фея на пенсии. Она была фея, она делала добрые дела, великие дела. Но потом она состарилась и стала ведьмой. Ребята, не выходите на пенсию раньше срока». Лев Толстой сказал очень интересные слова. Он сказал, что величайшая ошибка огромного количества людей заключается в том, что они думают, что счастье заключается в том, чтобы ничего не делать. Он говорит, что человек не создан для безделья. Ребенок спит, чтобы играть с новыми силами. Человек должен отдыхать для того, чтобы набраться сил к новым свершениям. Используй свои знания, используй свой опыт, используй то, что он приобрел по пути к сегодняшнему. Кораблю спокойно в гавани. Ему уютно в гавани, но корабль строится не для этого. И поэтому я хочу сказать, я хочу призвать, ребята, не выходите на пенсию. Ребенок спит, чтобы играть с новыми силами. Есть два вида отдыха. Два вида отдыха. Первое – это безделье. Человек начинает колбасить, он попадает в всякие ситуации неприятные. И второе – рекреация, восстановление, подготовка к новому свершению. Фирма готова идти вперед. Фирма готова вкладываться в бизнес. Возникает вопрос, готовы ли мы с вами. И это проверить может только в бою. Поэтому, ребята, я вас всех призываю. Девиз сегодняшней встречи – к новому свершению. Чем выше у нас звание, тем больше у нас опыта. Чем больше у нас опыта, тем легче будут даваться следующие результаты. Только не опускайте руки. Вперед, к новому свершению! Аплодисменты.